Привет всем! Хочу показать вам, как вязать такую повязку, челму. Двухсторонняя. Да, таким способом. Моя машинка не берет толстую ниточку, я увожу через одну в переднее нерабочее положение. И вот таким макаром идет двойное вязание. Я провязала, но я сделаю 78 ряточков и разделю потом полотно на два раза, чтобы получилась челма. Так, рычаг А у нас в рабочем положении включен, поэтому провалятся два ряда. Опять. Теперь в обратную сторону. Обвитием делаем, и они провязываются. Я думаю, принцип понятен и виден, как это делается. Так, опять провязываем. 78 рядов. Счетчик нам обнуляем. И теперь наполовину так. Середину. Так, делаем. Чтоб разрез оформить. Теперь мы в переднюю нерабочую половину полотна выводим. И через одну будем... Вот так вот. Так. Ага. Она у меня здесь оказалась. Это любую толстую ниточку можно вставлять, которую машина не вяжет, а так она провязывает. Теперь будем вязать половинку двадцать рядов. Так. Рычаги отключаем, чтобы у нас эти иглы не провязались. Раз, два, два, так. Да, в рабочее положение надо было пос... Ну ладно, я сейчас вручную провяжу. Так, как бы быть... Ой, ну ладно. Провяжем. Так. Вот так, третий раз провяжу. Забыла в рабочее положение. Иглы вывести. Теперь... Так, все двадцать рядов и будем... Так. Вручную уже. Оп. Потом точно так же вторую половинку свяжем двадцать рядов. И будем перекрещивать, снимать петельки на спицу я с леской делаю. Я на стол обставлю. А чё? Не знаю. Не показай, как на двадцать рядов будем делать. Чуть опять. Надо не забывать. Там машина не хорошо вставляется в рельсы. Вторая, а эта вот плохо. Так, это надо... Сама вот забываю. Разный брос какой-то. Угу. Угу. Так, по два рядов. Ну ладно, не будем вас задерживать. Потом снимем, как я вторую половинку уже довяжу. Угу. Угу. Продолжение следует...